А в Твери продолжается ремонт придомовых территорий, которые приводят в порядок в рамках регионального закона о статусе города воинской славы. Представители районных администраций, депутаты Тверской городской думы и общественники инспектируют объекты на всех этапах ремонтных работ. Этим двухэтажкам на ремесленном проезде в Пролетарском районе уже более полувека. Придомовую территорию, объединяющую три дома, заасфальтируют впервые с момента постройки зданий. Здесь планируются у нас две стоянки за гаражами и с той стороны стоянка. Здесь будут дороги с тротуарами. В своем дворе жители стараются поддерживать чистоту и порядок. Каждый год высаживают цветы и регулярно косят траву. Теперь с большим нетерпением ждут, когда уложат асфальт. Асфальт нам нужен обязательно. Да, поэтому приятно в такие дворы заходить. Когда жители начинают участвовать, все не относиться обывательски, что кто-то должен сделать, а именно участвуют в этом процессе. Это очень важно. Это быстрее дает возможности отремонтировать дворы. Это очень важно для жителей. Это, во-первых, поднимает качество жизни. Во-вторых, настроение. Люди стремятся изменить что-то. А это уже центральный район. Двор на пересечении улицы Ерофеева и проезда швейников всего несколько недель назад выглядел совсем по-другому. Целого места асфальта не было. Все было в разрушениях. Тротуаров не было, парковок не было. При подъездных площадках в разрушенном состоянии частично не было. Теперь в этом дворе уложен новый асфальт, обустроенные места для парковки автомобилей. В ходе комиссионного обследования на объекте произвели отбор проб из верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Образцы направлены на анализ в независимые лаборатории. А прямо на месте специалисты сообщили, что толщина покрытия даже немного превышает нормативы. Семерка должна быть чистой, но не семь с половиной. На остальных территориях предусмотрен ремонт тротуарных покрытий, что тоже очень важно. Жители постоянно задают вопрос, когда будут отремонтированы тротуары, в том числе и в этом районе. Всего в этом году в ходе ремонтной кампании будет отремонтировано шесть придомовых территорий.